Новый созыв общественной палаты Ленинского городского округа работает на благо жителей муниципалитета уже более полугода, но удостоверение, подтверждающие статус по ряду обстоятельств членой организации, получили только сейчас. 30 корочек ровно по числу представителей нового созыва торжественно вручил временно исполняющий полномочия главы Ленинского округа Дмитрий Абаренов. Надеюсь, что вы будете такой опорой, поддержкой и наряду с нашими депутатами. Благодаря вам мы будем находиться в правильной точке зрения и двигаться в правильном направлении. Поэтому я, безусловно, на всех вас рассчитываю и надеюсь, что мы будем двигаться в одном направлении, направление ради людей, ради их комфорта, жизни. Состав общественной палаты обновился более чем на 50%, но этих людей вряд ли можно назвать новичками. Все они имеют большой опыт общественной деятельности. Я надеюсь, что у нас получится объединить людей именно непосредственно в моей комиссии, пригласить их к благотворительности, волонтерству и добровольческим движениям. На прошедшем заседании общественникам предстояло обсудить и принять два вопроса. Возобновление очных приемов населения председателями профильных комиссий и формирование коллективного мнения по теме строительства трассы Бутова-Видная-Латкарина. Этому предшествовало несколько встреч с депутатами и местными жителями. Смысл в том, что есть красные линии, по которой строились все наши муниципальные нормативные акты, в том числе и генплан. Соответственно, перетрассировку точно никто нам не даст, невозможности такой не будет, потому что есть красные линии, по которой все это движется. Поэтому именно по этой схематическому расположению трассы мы будем максимальным образом апеллировать на те факты, которые будут устраивать именно жители. И, соответственно, это развязки, это, соответственно, ширина дорожного полотна, это, соответственно, шумоизлилирующие все элементы для того, чтобы комфорт наших граждан был максимальным образом представлен в наших предложениях. В ходе встречи у представителей организации была возможность задать насущные вопросы временно исполняющему полномочия главы округа Дмитрию Абаренову. В завершение заседания член общественной палаты и руководитель общества инвалидов муниципалитета Наталья Рящина вручила коллегам благодарственные письма за помощь в организации и проведении акции «Неделя доброты и щедрости». Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видно.ТВ.